Энциклопедия русской жизни на миланских подмостках. Евгений Онегин в исполнении трупа Большого театра закрывает сезон в Ласкало. Это своего рода знак качества, такое доверяют только лучшим из лучших. Как оказалось, любовные интриги и жизни царской России миланским зрителям близки и понятны. Репортаж Людмила Моисеенко. Любовь итальянцев к оперной музыке такая же обжигающая, как миланская жара в июле. Даже она в эти дни не способна заставить их сидеть дома. «Онегин» сейчас один из самых популярных спектаклей Большого. Билеты в оперу давно раскуплены. Безумно счастливо, что иду в оперу. До этого удалось побывать только на балете Евгений Онегин. Но как вам сказать, Чайковский – это ведь на самом деле мой большой друг. Думаю, будет немного трудно. Мы в первый раз услышим оперу на русском. Они почти ровесники. Большой, старше Ласкало на два года. История их дружбы началась в 1964-м. Тогда впервые состоялся обмен гастролями. Последний раз в оперные труппы уступали друг другу свои сцены в конце 80-х. Несколько лет назад мы подписали соглашение об обмене оперными спектаклями, балетами и концертами. В Москве любят Ласкало. В Милане преклоняются перед творчеством Большого театра. И я уверен в успехе. Тех гримерных, где когда-то распевались Мария Калас и Инрика Карузо, уже не существует. Их переделали во время последней реконструкции. Но волнения артистов от этого не меньше. Любой студент консерватории мечтает когда-нибудь спеть Ласкало. После спектакля приходит понимание того, что, боже мой, я же спел на той же самой сцене, где пел там Карузо и так далее. И Доминго. И Доминго. Но Доминго еще до сих пор поет. Милан не узнал своей сцены, уменьшенной до размеров гостиной. Фарфор и хрустальные бокалы. Действие от начала до конца происходит за столом и вокруг него. Реквизит для русского застолья не бутафорский. Выпечку закупили в одной из местных кондитерских. Итальянский, итальянский. Режиссер-постановщик Дмитрий Черняков, несмотря на молодость, в Европе не просто известен. Он в моде. В Италии получил недавно престижную премию Франко Абиати за постановку «Ласкало» опера Прокофьева «Игрок». Ему прощает то, что Онегин с Татьяной объясняется в столовой. Письмо ему она пишет стоя на столе, не надевает свой знаменитый малиновый берет. И даже то, что Ленский пал несчастной жертвой не на дуэли, а от случайного выстрела в потасовке с Онегином. Спектакль Чернякова – это почти как драматический театр. Это очень важно для меня, потому что дает возможность не только петь, и то еще работать в сторону актеров и мастерского. Поэтому это, конечно, кайф просто. Костюмы артистов не отвечают на вопрос, в какое время происходит действие. Здесь большая амплитуда от середины 19-го до середины 20-го века. Это может любое десятилетие происходить. И мы специально пытались все это смешивать, чтобы никто не мог знать, какой точно год на дворе. Это все такое наше, русское, понятное, что как-то сквозит через очень многие временные миры. В четырех спектаклях в Милане споют два звездных состава Большого. Искушенные итальянцы на похвалы не скупились. Нет слов. Десять баллов. Мне довелось слышать и Марио Каллас. И сегодня впервые после того момента я испытал такое потрясение. Необыкновенные по красоте голоса и очень выразительные солисты. С успехом гастроли Онегина уже прошли в Париже и Токио. Впереди Китай, королевская опера Ковингарден в Лондоне и главный оперный дом Реал в Испании. Людмила Моисеенко, Татьяна Бодрова, Владимир Головня, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова